В нынешнем году исполняется 13 лет с момента выхода сериала «Реальные пацаны». За это время актеры, сыгравшие в любимом многим проекте, построили семьи, обзавелись детьми. Давайте узнаем, кто настоящие супруги героев фильма и как они выглядят. Николай Наумов Исполнитель роли Коляна счастлив в браке с Альбиной Сафиной. С будущей супругой актер познакомился еще в студенческие годы в Перми на День города, хотя оба учились в Пермском гуманитарно-педагогическом университете. С первого взгляда между молодыми людьми возникла взаимная симпатия, а потом пробежала искра страсти. Вскоре влюбленные поняли, что не могут долго друг без друга и поселились под одной крышей. Через некоторое время Николай предложил руку и сердце своей избранницы. С момента бракосочетания прошло уже более 15 лет, но супруги по-прежнему вместе. Они все так же живут в Перми и воспитывают троих детей. Зоя Бербер Экранная партнерша Николая Наумова и исполнительница роли Леры более 10 лет находилась в отношениях со сценаристом реальных пацанов Александром Синегузовым. Правда, до регистрации брака дело так и не дошло. Их знакомство случилось в 2010 году на съемках первых эпизодов сериала. По словам самой Зои, до встречи с будущим супругом она была пацанкой. И именно Александр уговорил ее поменять имидж на более романтичные, женственные. В 2015-м Зоя подарила возлюбленному дочь Надежду. Поклонницы актрисы радовались за свою любимицу и были уверены, что появление дочери еще больше скрепило связь между влюбленными. Однако в 2020 году Бербер объявила, что рассталась с Александром, но сохранила с ним дружеские отношения. Владимир Селиванов Владимир Селиванов, блистательно сыгравший Вована, более пяти лет был в браке с промоутером Викторией Маркиной. В 2017 году у пары родилась прекрасная дочь Ева. Неоднократно актер уверял, что у него крепкий семейный союз, а супруга во всем поддерживает его. К сожалению, в начале 2023 года появились слухи о том, что в семье артиста не все гладко, а уже в апреле он сообщил, что расстался с женой. По его словам, отношениям пришел конец из-за угасшего взаимного интереса. Новой возлюбленной Селиванова стала блогер Александра Калмыкова. Парочка познакомилась еще год назад на блогерском фестивале. Девушка сама подошла к нему и попросилась сделать совместное фото. Как уверяет актер, они немного пообщались, но и завертелось. Удивительно, что к моменту первой встречи Саша была тоже замужем. В настоящее время Владимир уже живет вместе с новой возлюбленной и ее дочками от предыдущего брака. Антон Богданов Участие в сериале принесло актеру, сыгравшему роль предприимчивого Антохи, не только известность и трагедию в личной жизни. К началу съемок Богданов уже много лет был в отношениях с Полиной, которая в 2010-м подарила ему сына Демьяна. Но в 2014 году семейной идиллии пришел конец. Супруга Антона влюбилась в его лучшего друга и коллегу по съемочной площадке и ушла к нему. Много лет Богданов оставался один и мечтал о встрече с новой избранницей. И, наконец-то, судьба сделала ему подарок. В 2023 году страничка актера в одной из социальных сетей запестрела фотографиями очаровательной женщины, которой Антон без устали признавался в любви. Вскоре выяснилось, что сердце реального пацана похитила Лаура Кемстач, совладелица известной фитнес-студии. В настоящее время влюбленные обосновались в загородном доме в Подмосковье. Вместе с ними живет Леон, сын Лауры от прежних отношений. Марина Федункев Яркая и харизматичная Марина в прошлом дважды пыталась построить семейные отношения, но оба раза попытки оказались обреченными на провал. С первым мужем, Сергеем Щелчковым, актриса прожила 12 лет, но брак так и не зарегистрировала. Михаил, второй избранник, был предпринимателем. 13 долгих лет они жили под одной крышей. И все это время супруг, по признанию Федункев, унижал и даже бил ее. А она терпела, потому что очень сильно любила. В 2021 году любимица публики ошарашила поклонников признанием. Еще год назад она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. С будущим супругом, который, кстати, моложе ее на 13 лет, Марина познакомилась на вечеринке у друзей. Несмотря на языковые трудности, они сразу нашли общий язык. Позже была еще одна случайная встреча в самолете, после которой началось дружеское общение, переросшее в любовь. Марина часто выкладывает фотографии с мужем на своей страничке и уверяет, что в их семье преобладают любовь и гармония. Супруги обосновались в Москве, поскольку Стефано является сотрудником Итало-Российской торговой палаты, а также входит в руководство международной компании, занимающейся инвестированием. Мария Шикунова Героине Марии Шикуновой не очень везет с личной жизнью, но в реальности актриса может назвать себя счастливой женщиной. С будущим мужем Дмитрием она познакомилась во время учебы в театральном вузе. Позже они вместе поступили на службу в Пермский детский театр. Конфетно-букетный период у влюбленных длился 7 лет, а в 2008 году Скорницкий сделал Маше предложение. Через 5 лет Мария подарила супругу первенца, сына Ярослава, а в 2020-м в семье случилось прибавление. На свет появилась дочка Мирослава. В настоящее время Мария вместе с мужем и детьми живет в Москве. Она выходит на театральную сцену, снимается в кино. Муж актрисы работает ведущим корпоративов и мероприятий. Валентина Мазунина Карьера Мазуниной после участия в «Реальных пацанах» резко пошла в гору. Актриса обосновалась в Москве и уже сыграла много ярких ролей в самых успешных комедийных фильмах. Что же касается личной жизни, то это тайна за семью печатями. Валентина неохотно общается с журналистами на эту тему. Тем не менее, в одном интервью исполнительница роли Вальки рассказала, что не замужем и не имеет детей. При этом она не обделена мужским вниманием и уверена, что скоро встретит мужчину, с которым захочет отправиться под венец. Игорь Азнабихин Игорь Азнабихин, сыгравший роль участкового в культовом сериале, сам себя называет счастливым мужем и отцом. При этом он старается держать подробности личной жизни подальше от глаз и ушей общественности, лишь изредка выкладывая семейные фотографии на личной страничке в социальной сети. Известно, что со своей будущей женой артист познакомился в Перми. По его собственным словам, он с первого взгляда понял, что Ирина – его судьба. Супруги женаты уже более десяти лет и воспитывают двух сыновей. И, как признается Игорь, для полного счастья ему не хватает лапочки дочки. Алексей Базанов Алексей Базанов, сыгравший роль помощника участкового, не любит распространяться о личной жизни. Тем не менее, известно, что свою будущую жену он встретил в Перми задолго до съемок «Реальных пацанов». Василиса в то время работала администратором в одном из городских ресторанов. Влюбленные встречались несколько лет, прежде чем Алексей сделал предложение. А случилось это в 2014 году в Сочи, во время проведения Олимпиады. Через год после бракосочетания в семье случилось пополнение. Василиса подарила мужу сына льва. В настоящее время семейство Базановых живет в Москве. Но регулярно они все вместе выбираются в Пермь, чтобы навестить родственников. Сергей Ершов Артист, перевоплотившийся в Сергея Аборина, экранного папу, главной героини, тоже не любит распространяться о личной жизни. Из редких источников известно, что в далеком 1988 году родилась его старшая дочь Екатерина от первого брака. А в 1993-м, будучи бойцом студенческого отряда, он познакомился с Таней Ершовой, которая через полтора года стала его второй женой. Татьяна моложе Сергея на 11 лет, и по образованию она медик. В 1998 году она подарила супругу сына Захара, а в 2005-м на свет появился Назар. Спустя три десятка лет после первой встречи Сергей и Татьяна по-прежнему вместе. Они живут в Екатеринбурге и не стремятся переезжать в столицу. Свободное время супруги проводят на даче или путешествуют на автомобиле по России и странам СНГ. А кто из сериала «Реальные пацаны» вам нравится больше всех? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк! Субтитры сделал DimaTorzok